Главное в весенней охоте на селезней – хорошая подсадная утка, подманивающая их призывным кряканем. Из многолетней практики и охотничьей литературы известно, что лучше всего пернатые кавалеры идут к уткам с громким, приятного и низкого с хрипотцой темброголосом. При этом очень важна манера его подачи. Хорошая подсадная должна четко выдавать два характерных крика и осадку. Первый – это спокойное, с короткими паузами, размеренное кряканье. В промежутках утка прислушивается, не раздастся ли в ответ жвиканье зеленоголового красавца. Услышав или увидев налетающего селезня, утка с квачки переходит на крик в осадку, серию быстрых, следующих друг за другом криков азартный призыв, самцу или пролетающей стае. Короткая и энергичная осадка заставляет жениха, быстрее садится к невесте, которая при виде подплывающего селезня издает негромкое, частое и в какой-то мере нежное кряканье. Хорошая подсадная утка, кроме голоса, отличается и своим поведением. Она не должна заниматься бесконечным купанием, поисками корма, дергаться на поводке и постоянно молчать. Но также плохо, когда утка чередует квачку с осадкой, независимо от присутствия дичи или осаживает почти непрерывно. Такая азартная работа утки не только сбивает охотника с толку и утомляет, но не по душе и селезням они плохо идут к утке. Приведу пример из собственной практики. Весенняя охота в охотхозяйстве. На вечерней заре егерь высадил мне подсадную, которая сразу же дала квачку, а вскоре замолчала как партизан, несмотря на мои уговоры вымолвить хоть слово. Часа через два подъехал егерь, а мы близко знакомы вот уже 20 лет, и я высказал ему претензии по поводу немой. Он заулыбался и вытащил из корзинки другую подсадную, которую любовно называл мамой. Уток поменяли. Эта подсадная не шла ни в какое сравнение с предыдущей. Работала филигранно, классически, как по инструкции. Постоянно поглядывала вверх и первого селезня осадила за 3-4 квачка. Он сходу подсел к ховарной подруге. Легкий свист крыльев и еле слышный всплеск воды, и вот он, стройный, нарядный и потянутый. Голова высоко поднята, а сам такой настороженный, оглядываясь и прислушиваясь, плывет к утке. Гулко проносится звук выстрела над вечерним разливом, и эхо еще долго плывет над водой. Вот и первый трофей. А дальше, на протяжении двух дней я испытывал, ни с чем не сравнимое удовольствие от работы этой, поистине уникальной утки. Затихла крик уха, вслушивается в шорохе, охорашивается, посматривая вверх и по сторонам. С ближайшего плеса слышен надсадный крик утки. Тут уже мама не выдержала, отряхнулась, похлопала крыльями и ответила. Да зря. Это расположившийся в соседнем шалаше охотник с щучелами, но бесподсадный мастерски подражает крику утки, даже подсадную обманул. И пошла потеха. С разных сторон откликаются подсадные, и вдруг мама быстро развернулась, она услышала жвиканье естественно раньше меня, и подняв голову, так закричала, что у меня оборвалось сердце. И сразу же метрах в двадцати, от шалаша на воду плюхнулся селезень, непередаваемо красивый в весеннем брачном наряде. Замолчала сразу крик уха, а я медленно-медленно поднял ружье, которое сразу стало жарким, и уже ничего не слышал и не видел, кроме этого щеголя, покачивающегося на воде. Ахнул в ушах и отозвался вокруг выстрел, дрог подняла фонтан вокруг птицы. Обалдевшая от выстрела мама снова заорала запричитала, а невдалеке, бессильно опустив голову в воду, покачивался безжизненный крикаж. Третьего ухажера, севшего за кусты выманенного ласковым, воркующим покрякиванием, я не видел, а только слышал редкое швакание, доносящееся справа. Осторожно привстав из шалаша, я увидел его метрах в 15, быстро плывущего к утке, вскинул ружье и прервал несостоявшееся свидание. Но самое поразительное было утром следующего дня. Часов в 9, при ярком солнце сзади налетела пара кряковых, причем утка облетала шалаш с одной стороны, селезень с другой. Резкая осадка и селезень мгновенно пошел на воду. Увидев это, к нему бросилась его утка, постоянно крича, как бы матеря соперницу. Но селезень сел, а она, развернувшись, снова подлетела к нему, продолжая орать на неверного. Мама, тихо покрякивая и склонив голову на бок, как бы хитро смотрела на них. Я обомлел, забыл про охоту, про все на свете и смотрел, не отводя глаз на эту поистине шекспировскую драму. Затем встал в шалаши. Селезень сорвался и полетел через большой плес вместе с уткой, продолжавший энергично выговаривать ему. Никогда не стреляй, если есть хотя бы малейшая опасность для подсадной. Ни в коем случае нельзя стрелять по селезню, сидящему на одной линии с уткой или рядом. Особенно опасен выстрел, если утка сидит за селезнем, где наибольшая возможность поражения. А какие почти фантастические разбросы и рикошеты дает дробь. Пара селезней села к подсадной. Один вплотную к далеко высаженной утке, другой вблизи от шалаша под углом, 45 градусов к этой линии. Одним выстрелом убиты все. Подсадная и сидящая в трех метрах от нее селезень убиты, одним выстрелом. Никогда не стреляй весной в лед, это категорически запрещается. Лет восемь назад согрешил, выстрелив полетящей сбоку от меня стайке хохлатой чернете. Ясно видел, что первой шла уточка, а за ней, метрах в четырех, три отливающих пелезной брюшка и боков селезня. Пропустив самочку, стреляю дробью номер пять, без контейнера. Падают все четыре. Селезень под ранок пытается уйти, добираю его. Подобравший дичь, уносимую ветром, егерь выдал мне по полной и показал утку, у которой голова была пробита одной, дробиной на вылет. Берегите подсадную. Не рискуйте, без сожаления дайте селезню улететь. В течение последних лет двадцати, а охотничий стаж у меня близится к шестидесяти годам. Я вообще не стреляю сидячих уток ни осенью, ни весной мне и в молодости это было неинтересно, не вызывало охотничьего азарта. Подсевшего к подсадной или чучелам селезня вспугиваю, встав шалаше с ружьем на изготовку. Тот срывается, распахивает крылья и тут либо пан, либо пропал, но шанс у него есть. По-моему, это по охотничьи. Особенно внимательным нужно быть, когда стемнеет и на рассвете. Вместо селезня может подсесть утка или пара, да и в подсадную легко угодить. По темному или в тумане следи, чтобы проплывающий горе-охотник не подстрелил подсадную. Лет пять назад на охоте мой знакомый застрелил в тумане подсадную местного писателя. Надо было слышать литературные выражения, несущиеся рано утром над озером. Селезни шарахались. А на охоте в дельте Волги такой же спец ясным днем расстрелял мои резиновые чучела. Хорошо, что Господь миловал, и я не попал в зону обстрела, дробь от воды рикошетирует очень далеко. Что я ему высказал, догадываетесь. Нужно учитывать, что стрельба в сумерках посидящей на воде птицы имеет специфику. Днем целится подселезня, а в сумерках плохо видимая цель сливается с отражением отсюда. Промахи. И для верного выстрела целится в основание шеи птицы. В шалаше надо сидеть тихо, без резких движений, все время видеть подсадную и иметь возможность стрельбы в любую сторону. Если подсадная, вытянувшись на воде, старается спрятаться возле кустика, кочки или тянется к берегу, немедленно осматривайтесь рядом пернатый хищник. Бывает, что они нападают и на чучело у меня болотные луни в разное время, дважды пытались их унести. Отпугивал выстрелами, а одного пришлось застрелить. Убитого хищника убирают сразу, иначе утка замолчит, а селезни близко не подлетят.